здравствуйте прекрасные люди это я от впечатления после просмотра фильма бадьемская рапсодия группе queen так фредди меркури приветствовал публику слушайте ну замечательный фильм великолепная режиссерская работа актерский подбор слушать его актеры вот от брайан мэй но актер который играет брайан мэя просто вылитый брайан мэй остальные актеры там нет такого точно вот какого-то фотографического сходства ну жесты походка мимика все так здорово схвачена оригинальная группа оригинальная музыка группы queen хорошее попадание вот актеров в эту музыку в этой песне то есть кто не посмотрел обязательно посмотрите я наверно не ошибусь если этот фильм будет номинирован на оскар ну по крайней мере вот в каких-то номинациях там я не знаю может быть лучшее изображение исполнение какой-либо роли там или операторская работа но в каких-то номинациях на оскар наверно мне кажется он будет номинирован вот вы знаете вот последнее время джаза слушаю ой вернее рок-музыки слушаю мало но так в основном может быть только на работе как-то и возраст и охота послушать больше другие жанры это джаз опять же вот как-то сейчас тяготею больше классики но вот этот фильм вот он как-то всколыхнул снова все все-таки рок-музыка это великая музыка это вот буквально саундтрек моей прошлой жизни к юности к молодости под влиянием этого достал альбом группы queen день на скачках каждому обложку этот альбом вышел в 1976 году ну до нас он конечно пришел немножко попозже и вот вы знаете вот в то время я как-то ну слушал группу queen но как-то она меня не цепляла то есть слушал как бы великий альбом ночь в опере который вышел в 1975 году именно перед этим альбомом перед этим альбомом и который считается ну лучшим дискографии этой группы по мнению многих слушателей критиков ну по крайней мере как один из лучших альбомов этой группы но как-то меня не цепляло творчество группы queen а вот 1976 году выходит вот этот альбом день на скачках ну то есть вот жизнь английской аристократии ночь в опере день на скачках и вот последняя вещь с этого альбома 10 тео тариата она так мне понравилось как-то так она так проникся этой композиции что стал испытывать интерес к творчеству этой группы вот с того времени являюсь поклонником этой группы тео тариата знаете вот такое исполнение очень трогательное такое душевное лиричное такое исполнение фредди меркури красивый вокал интонации красивые а ближе к концу такой мощный динамический выплеск соло гитары браина мэя а в одном месте они пытаются здесь петь по-японски песня то вот она понимаете она не мало известная она не на слуху она не входит куда-либо в хит-парады но мне так она сильно понравилась попробуем сегодня записать ее вообще вот группа queen фредди меркури вокал пианино брайан мэй гитара джон дикон бас-гитара роджер тейлор ударные и вот что интересно значит своих ранних альбомов группа queen не использовала синтезатор и вот во вкладыше здесь написано прям вот нет синтезаторов прям с восклицательным звак знаком нет синтезаторов потом уже поздних своих альбомах более поздних альбомов они стали вставлять небольшие синтезаторные партии слушать будем на стереосистеме том в которой задает связка от компании yamaha усилитель yamaha as 801 акустические системы yamaha ns f700 акустика подключена по биварингу по серебренным кабелям от компании ольбах ван микс он по биварингу подключена я пробовал использовать другой кабель чистомедный тоже хорошо как бы но вы знаете вот с этим кабелем не понравилось больше по крайней мере вот в нашей комнате в этой связке не так понравилось больше в качестве источника универсальный проигрыватель от компании маранц маранц 7600 в одном из обзоров и отмечал его хорошие музыкальные способности как источника до правил для проигрывания чисто компакт дисков но сегодня мы будем его использовать только в качестве транспорта я его подключил недорогим коаксиальным кабелем встроенному цапку усилителя yamaha немножко вот свои впечатления об этом звуки потому что мои впечатления все таки вот я так сказать живьем слушает комплект и ваши впечатления при прослушивании через youtube они конечно же будут отличаться от моего такой знаете несколько суховатый но очень прорисованный звук главное что он передает вот всю музыкальность композиции бас он здесь не пытается опуститься слишком низко его вот именно столько сколько нужно он аккуратный звук в целом динамичный подробный легкая стриночка присутствует легкая стриночка но именно не резкость а стриночка она добавляет немножко экспрессии вот как-то тонуса но словом не очень понравилась эта связка и так приятного прослушивания как там у фредди меркури и о а Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА